Юлия Майская. Секретарь для Инкуба. Глава первая. Извините, вы нам не подходите. Невозмутимый голос кадрового сотрудника оборвал мои дальнейшие попытки доказать, что из меня получится хороший работник. Я остановилась на полусловии и кивнула. Быстро собрала со стола свои документы, которые последние 15 минут демонстрировала этой суровой женщине с пучком седых волос. Руки дрожали, поэтому я очень торопилась, чтобы она ничего не заметила. Хотя она так гипнотизирует меня взглядом, что моя попытка показать свое равнодушие, похоже, провалилась. Да и все равно. Какая мне разница, если я ее больше не увижу? Поднялась со стула, поправила очки, запихнула все бумаги в сумку и вышла. Держалась до выхода из здания, но на улице все равно накатили слезы. Уже пятнадцатый отказ в работе за месяц. Деньги почти закончились. И что делать дальше, я не знала. Хотя для начала следует успокоиться и прийти в себя. Медленно спустилась по ступенькам и прошла через дорогу в парк. Быстро направилась по дорожке, а когда зашла подальше, шустро оглянулась. Никто не смотрел, потому я стянула туфли и носочки. Подняла их и побежала прямо по газону вглубь парка. Нашла местечко подальше от дорожек и присела на корточке. Здесь трава не росла, потому я просто зарылась пальцами в рыхлую землю, успокаиваясь. Стихия всегда помогала. Да и что такого страшного случилось? Ну, отказали мне в очередной раз. Ну, кончаются деньги. Займу пока у Лекси. Моя любимая подруга, к счастью, удачно устроилась чуть ли не в первый день по приезде в этот город. В нашей-то деревне точно не разживешься работой. Вокруг одни фермы. А мы хотели добиться большего. Вот и махнули в крупный мегаполис в четырех днях пути от родителей. Мы были уверены, что в таком большом городе точно без работы не останемся. И действительно, Лекси устроилась сразу помощником в отдел магического сотрудничества. А я? Лекси пыталась устроить меня у себя, но у нее не вышло. Ничего. Кому-то же все-таки пригодится почти слепой кротик. В крайнем случае пойду в добычу ископаемых. Там кротов всегда с руками и ногами отрывают. Другое дело, что я не хочу, но главное, выход есть на крайний случай. Самый-самый крайний. Так что мы еще поборемся. Когда я пришла домой, Лекси уже вовсю носилась по квартире. Кажется, она одновременно что-то готовила на кухне, пылесосила и набирала текст на компьютере. «О, Нари, наконец-то!» Подруга схватила меня за локоть и втащила на середину прихожей. «Лекси, запачкай уже!» Возмутилась я. «Да ерунда! Уберу! Ты лучше скажи, куда я делала кориандр? Я нигде не могу его найти!» Я усмехнулась. Лекси, как и все белки, обожала делать запасы. Но куда конкретно она что-то прятала, просто вылетала у нее из головы. «По-моему, я видела его рядом с мукой», ответила я, стараясь не рассмеяться. «Хм, а зачем я его туда положила? А, ладно, главное, найден». И она унеслась на кухню, видимо, добавлять специю в блюдо. Я успела снять обувь и пройти в спальню, когда вихрь по имени Лекси налетел на меня снова. «Тебя же приняли, да? Скажи, что приняли!» Подруга схватила меня за руку и начала вертеть в разные стороны. «Нет, не приняли». Я освободила конечности и сама обхватила Лекси за плечи. С ее неуемной энергией было всегда сложно сладить. «Вот же луковые жуки!» «Не ругайся!» Я улыбнулась. «Да как не ругаться, если они не берут такого хорошего специалиста, как ты?» «Ну, тут специалистов пруд пруди, а кротов особо не любят, ты ж знаешь». «Это верно». Она поникла на секунду, но затем снова встрепенулась. «Слушай, а у нас вакансия открылась, но очень сложная. Секретарем главы корпорации. Он инкуб, и у него несколько специфические требования к кандидату на должность. Но я думаю, ты подойдешь». Я осторожно убрала руки с ее плеч. «Нет, нет и нет!» «Инкуб?» «Слушай, как-то не хочется иметь с ним дело. С Лекси в такие моменты надо общаться очень деликатно. Если сразу откажу, она меня точно поколотит. Свяжет, а потом потащит мое несопротивляющееся тело в корпорацию. Устраивать подругу к инкубу? Нет уж». «Даже не думай отказываться. Я тебе точно говорю, ты подойдешь». Она в возбуждении начала бродить вокруг меня, и мне пришлось поворачиваться всем корпусом, чтобы нормально продолжить диалог. Там требования, конечно, странные, но нет никаких ограничений по ипостаси и прочей чепухи. Кстати, требуется маг земли, а у тебя с этим очень неплохо. Ну, подумаешь, инкуб. Лезть к тебе он точно не будет. Там требуется низенькая, полненькая девушка, желательно непривлекательная». Я начала закипать, а она покосилась на меня неуверенно. «Нет, я не говорю, что ты непривлекательная. У всех же вкус разный. Я считаю тебя очень симпатичной и миленькой, но суть в том, что ты как раз низенькая и полненькая. Нари, это же просто судьба». В чем-то Лекси была права. Под современные эталоны красоты я не очень подходила. Точнее, совсем не подходила. Как и все кроты, я была невысокой, чуть полноватой. Носила очки из-за плохого зрения. Меня и мужчина-то не замечали вовсе, только если кроты в родной деревне. Но тут уж я не хотела связывать судьбу с кротом. Да и вообще, с кем-либо. Уж лучше построить карьеру, открыть свое дело. Какое конкретно, я еще не придумала. Но была уверена, что в таком крупном мегаполисе у меня все получится. Может быть, это действительно шанс? Ведь везде мне отказывают как раз из-за того, что я крот. И все-таки Лекси, но он инкуб. Ты же знаешь, они... Нари. Она сжала обе мои ладони в своих руках и посмотрела в глаза. У нее редко были такие моменты абсолютной серьезности, потому я прониклась и замолчала. Вот ты крот, и никто не хочет иметь с тобой дело. Что за расовые предрассудки с твоей стороны? Да, он инкуб, но приставать, я повторюсь, он к тебе точно не будет. Наоборот, у тебя есть шанс поработать рядом с великим предпринимателем. Он же с нуля эту корпорацию создавал, стоял у самых истоков и возглавляет до сих пор. Ты представляешь, сколько знаний и опыта ты получишь рядом с ним? Да и зарплата там шикарная. Накопишь достаточно и откроешь свое дело, как ты и мечтала. Работы, правда, будет много. Нужно быть на связи все 24 часа в сутки, но, Нари, подумай о перспективах. Ладно, ладно. Я подняла руки вверх, показывая, что сдаюсь. Хорошо, я признаю, что ты права. И я схожу на собеседование. Никто же не поручится, что возьмут именно меня, верно? Ну, это да, конечно. Я просто... Она смутилась. Шепнула пару слов кадровику. У нас с ним хорошее отношение. И он пообещал, что на собеседование с инкубом тебя точно допустят. А там уже от тебя все зависит. Только я дала слово, что ты всем требованиям подходишь, и тебе надо ему позвонить. Что ж... Я пожала плечами. Давай, позвоню. Счастливая Лекси вручила мне распечатку с описанием вакансий и умчалась на кухню. А я попыталась прийти в себя. И на что я только что подписалась. Надеюсь, не пожалею об этом. С распечаткой в руках я присела на кровать. Мы с Лекси снимали двухкомнатную квартирку на самом краю города. Если б не подруга, не знаю, как бы я сейчас жила. Ведь денег у меня почти не осталось. Да, надо хватать представившийся шанс за хвост и ни за что не упускать. Итак, что тут у нас с вакансией? Я начала читать, и с каждым прочитанным словом чувствовала, что мои глаза расширяются от удивления. И очень захотелось кого-нибудь обругать нехорошим словом. Сдержав этот порыв, я встала, открыла окно и высунула голову на улицу. Было прохладно, поэтому ветер быстро остудил мои пылающие щеки. Так, я в порядке. Ну, подумаешь, обхват бедер. Подумаешь, девственница. Бормотала я, отойдя от окна и меряя комнату шагами. Четыре от двери до окна, четыре обратно. Мимо кровати, на которой красовался белый лист бумаги. В моих глазах скорее не лист, а ядовитая змея. Осторожно подошла поближе и заглянула в список требований снова. Требования были странные. Если образованию уделили всего пару строчек, то описанию внешности два абзаца. Судя по всему, инкуб искал невысокую, полную девицу с крошечной грудью, огромными бедрами и полным отсутствием талии. Еще и девственницу. Что это за пункт вообще? Я покосилась на себя. Ну, бедра и грудь подходили под требования, а вот талия не очень. У меня она выделялась всегда. Потому и носила я все вещи приталенные. Единственная красивая черта моей внешности. Еще и теплые карие глаза, ну и волосы. Все остальное мне категорически в себе не нравилось. Ладно, была не была. Звоню. В конце концов, это меня ни к чему не обязывает. Да и зарплата просто космическая. Мне за все время, что я ищу работу, даже половину таких денег не предлагали. Трубку взяла женщина с усталым голосом. Здравствуйте, я по поводу вакансии секретаря Ильяса Гринберийского. Да, минутку. Что-то зашуршало, и я услышала бодрый мужской голос. Слушаю. Здравствуйте. Это ведь не сам инкуб, верно? Я насчет вакансии секретаря Ильяса Гринберийского. Ваше имя? Нариса Велесир. Ага. Интересно. Судя по вашей фамилии, вы из Велира. Оттуда кандидаток еще не было. Не из самого города. Из Велирской области. Поправила я. Да-да, хорошо. Так, переходим к вопросам. Вы девственница? Я покраснела. Кто ж так в лоб спрашивает? Или пишет в требованиях к кандидату? Да. Да. Буркнула я тихо. Не расслышал? Да. Гаркнула во весь голос. И зачем так кричать? Точно? Что точно? Точно? Девственница. Ррр. Вы не подумайте. Просто на собеседование все равно будет целитель. Так что врать бесполезно. Уверяю вас. Я говорю правду. Терпение. Только терпение. Отлично. Назовите ваш рост и вес. Можно я сброшу трубку? Алексе скажу, что не подошла под их многочисленные глупые требования. Эх, мечты. Послушно назвала все запрашиваемое, в том числе вид магии и данные об образовании. Хорошо, Нариса, спасибо. Подходите на собеседование послезавтра в 10 утра. Адрес и прочую необходимую информацию я сброшу вам в мессенджер. Ладно, до свидания. Поторопилась я, наконец, попрощаться. И вам хорошего до встря. Нажала на отбой. Ну, как? Лексе распахнула дверь и уставилась на меня в ожидании. Назначили собеседование на послезавтра, ответила, пожав плечами. Телефон пиликнул, принимая сообщение, и я угрюмо вчиталась в строки. Так это ж замечательно! Обрадовалась подруга. И схватила меня за руку. Пошли, по такому случаю есть торт. Я испекла. Лексе неисправима. Сладости по любому поводу, это всегда к ней. Пошли, улыбнулась я. Надо заесть неприятный разговор и настроиться на наверняка такое же собеседование. И все-таки тебе надо обновить гардероб, заявила Лексе, когда мы съели по кусочку торта. Зачем? Нахмурилась я. Она уже твердила об этом, но я считала, что трех костюмов, купленных в родном городе, мне хватит за глаза. В моей компании есть негласное правило выглядеть на все сто. Ты же помнишь, я, когда устроилась, тоже поменяла деловую одежду. Воспринимают по-другому, так что даже не думай возражать. Завтра после работы мы с тобой идем в торговый центр. Я вздохнула. Не хотела начинать этот разговор, но раз Лексия заговорила о тратах, у меня нет денег, особенно на такую одежду. Как-то сходила туда примериться к ценам и осталась в полном шоке. В три раза дороже, чем в моем городе. Ой, не парься, я тебе займу до зарплаты, отмахнулась Лексия. Ты так уверена, что меня возьмут? Белкина интуиция? Засмеялась она. Ну, раз Белкина интуиция, то молчу. Я шутливо подняла руки, сдаваясь. Лексия действительно обладала зачатками магии предвидения и шутливо называла это Белкиной интуиции. Не видела будущее, просто иногда была полностью уверена, что произойдет какое-то событие. Но верить ей я не спешила. Будущее может меняться в зависимости от решений, которые мы принимаем сейчас. Так, она была уверена, что я останусь в родном городе, поскольку не смогу сбежать из дома. Даже сказала об этом мне, и я поверила, хоть и не смирилась. И чисто случайно проверила комнату на ограничители магии. Все кроты живут под землей, и чтобы защитить жилище, окружают свои комнаты специальными пластинами с ограничителем магии. Так что сделать подкоп с любой стороны невозможно. Всю жизнь я жила в полной уверенности, что окружена такими, и только тогда, когда меня заперли, чтобы не сбежала в мегаполис, почему-то решила проверить. Оказалось, здесь пластины действительно есть, только вот в углу комнаты образовалась дыра. То ли у кротов строителей закончились пластины, и они поленились заказать новые, то ли забыли положить в том месте, но ограничительной магии не было примерно в квадрате земли сантиметров 50 на 50. Какое-то время я сомневалась, считая, что банально не пролезу, а потом плюнула и решила попробовать. И пролезла, магией земли вернув все как было. Кроту, обладающему такой магией, копать очень легко, земля сама расходится перед ним, а потом возвращается на место. Я любила свою магию, но стать фермером не хочу. Потому и сбежала. Не то, чтобы родители сильно расстроились, не получилось задержать непутевую дочь, ну и ладно. Потыкается в большом городе, разочаруется и вернется. А они пока жениха подыщут. Брр, вот еще. Не возвращаться, не выходить замуж я не стремилась. Так что завтра готовься, вырвала меня из размышлений Лекси. А лучше встреть меня с работой. У нас хороший центр прямо рядом с офисом находится. Я все еще сомневалась, что хочу тратить такие деньги на одежду. Ты вот о чем подумай, продолжила Лекси. Если придешь в своих немодных костюмах из некачественной ткани, то сразу получишь массу косых взглядов и пренебрежительные отношения. У нас сотрудники – это лицо компании, поэтому надо выглядеть дорого. Ладно, ладно, убедила. Сходим завтра. Глава вторая Если бы нам с Лекси было ни к одному времени, честно, я бы, наверное, струсила. А так, подруга не дала ступить назад ни шагу. Отбуксировала меня сразу на ресепцию, где ей передала щуплому парнишке. И только когда он схватил меня за локоть и куда-то повел, подруга одарила воздушным поцелуем и скрылась. Вот белка. Я же разглядывала офис и старалась не показать, что он меня поражает. Дорого, современно и очень стильно. Вокруг крутились другие сотрудники, бегали с бумагами или чашечками кофе из кафетерия. И я впервые мысленно поблагодарила Лекси. Насчет одежды она оказалась права на все сто. Сотрудники были одеты будто на деловой показ мод. В новых темно-серых юбки и блузки я не чувствовала себя белым кротом, как случилось бы на день я любой из своих старых костюмов. «Сейчас нужно будет немного подождать целителя, а потом пройти несколько собеседований», — заговорил парнишка, гипнотизируя взглядом кнопку лифта. Кстати, кажется, именно с ним я разговаривала по телефону. Голос очень похож. Вместе с нами ожидали всего пара человек, так что, когда приехал лифт, и мы все в него зашли, места оказалось много. «Не пялиться на зеркальные стены и шикарную кнопочную панель, Нариса! Не пялиться!» «Если я буду здесь работать, то еще насмотрюсь. Вот и наш этаж!» Парнишка увлек меня за локоть дальше. Стильные современные коридоры с иногда встречающимися тут и там растениями в катках и полупрозрачные стены и стекла. Наконец парнишка толкнул очередные стеклянные двери, и мы оказались в огромном светлом помещении. Тут еще и окна панорамные. Красота! Только вот подходить ближе не буду. Я все-таки больше тяготею к земле. «Лика, принимай еще одну, а я снова вниз!» И парнишка передал меня насупленной хмурой девушке-брюнетке. «А чего только ее привел? Подождал бы еще!» Но он не стал ничего отвечать, махнул на прощание и скрылся. «Ладно, видишь остальных девушек на диванах? Вот, сядь где-нибудь и жди!» Очаровательно. Почему бы и нет? Девушек, а это, видимо, остальные кандидатки, было человек 30. Меня встретили любопытными взглядами, а я, найдя местечко подальше от окон, начала разглядывать их в ответ. Совершенно разные. Брюнетки, блондинки, шатенки, даже рыжие. Полные, средние, как я, и совсем худенькие. Одетые кто в спортивные штаны с майкой, а кто в деловой костюм. Одна пришла в вечернем платье и, задрав нос, стояла у окна, пренебрежительно окидывая нас взглядом. «Да, интересно, что будет дальше?» Я немного успокоилась. В таком разношерстном цветнике я выгляжу обычной, но достаточно одетой девушкой. Лекси даже сделала мне неяркий макияж, хотя я обычно не крашусь. Все равно за очками не видно. Но тут уступила ей и не пожалела. Вот открылись двери, и в помещение вошли сразу десяток девушек вместе с тем парнишкой. Он кивнул встречающей Лики и снова скрылся. Видимо, пошел за новой партией. Интересно, это и есть тот самый кадровик, которому Лекси про меня рассказывала? По ее словам, мне вообще не нужно переживать насчет собеседований, кроме разве что с самим инкубом. Но я все равно нервничала. Лишь бы в ответственный момент горло не пересохло, как у меня иногда бывает. Тогда голос становится ломким и неприятным. Парнишка все приводил и приводил новых девушек, но примерно в половину одиннадцатого пришел без них, зато с двумя незнакомцами. Мужчиной в свободных зеленых одеждах, целитель, и вторым, одетым во все черное с красными вставками. На вид молодой, но черты лица хищные, а взгляд цепкий. Тот самый инкуб. Дорогие кандидатки, к нам подскочил парнишка. Меня, кто не знает, зовут Керис. Сейчас проходите по одной к Шеру Амбрикусу. Он указал на целителя. Давайте, давайте, не стойте. Девушки неуверенно начали вставать в очередь. Я вовремя подскочила и заняла место примерно в середине. Вообще целитель осматривал быстро. Стоило подойти к нему, он проводил ладонью по воздуху возле живота и чуть ниже, а потом отпускал. Вот кислые жуки, он же невинность проверяет. Дошло до меня. В подтверждении моих мыслей на одной из девушек целитель задержался, а потом мотнул головой. Керис тут же подскочил к ней и взял за локоть. Я ж предупреждал. Пошли, в стороне подождешь, а потом проведу вниз. Но! Хотела возмутиться она, однако ее увлекли сначала к дверям, а потом Лика и вовсе ее вывела. Так поступили еще с пятью девушками. Я смотрела на происходящее широко открытыми от удивления глазами, но в какой-то момент наткнулась взглядом на Инкуба. Он явно развлекался, с удовольствием рассматривал самых красивых и стройных из нас и иногда стрелял глазами на Лику. Бррр! Взгляд у него сальный, противный. Если работать придется у него, то я лучше что-нибудь другое поищу. Наконец очередь дошла до меня, и хотя я была в себе уверена, все равно затаила дыхание при проверке целителя, но все в порядке. Тот кивнул, и я отошла в сторону. Наконец Шерамбрикус с нами закончил и ушел. Керис распределил оставшихся девушек по диванам, наказал сидеть и ничего не делать, и, кажется, очередь дошла до Инкуба. Теперь он сам подходил к каждой, брал за руку, держал какое-то время, потом отступал. Я следила за его приближением с настороженностью. Наверное, дело было в том, что он мне не нравился, вот сразу вызвал антипатию. Девушки же его чуть ли не облизывали глазами, улыбались, краснели, кто-то даже гладил его ладонь пальцами. Мда. Дойдя до меня, Инкуб взял мою руку и заглянул в глаза. Взгляд я выдержала спокойно, хотя меня бесит такое выражение на мужском лице, самоуверенное, наглое, да еще и раздевающий взгляд. Передернула бы плечами, но ладно, проявим воспитанность. Мою ладонь Инкуб держал не дольше остальных, и когда, наконец, отступил, я вздохнула с облегчением. Закончив, Инкуб замер посреди зала, снова нас разглядывая. — Ну что, Люсиус? — подошел к нему Керис. — Люсиус? То есть это не владелец компании Ильяс Гринберийский? Какая радость! Мне даже дышать стало легче. — Вот та, та и еще эти двое, вот та и эта, и еще вот та. Инкуб ткнул пальцем на некоторых из нас. Девушки недоуменно переглянулись. — Так, те, на кого указал Люсиус, встаньте, пожалуйста, и на выход. — Но почему? — возмутилась одна, и все так и остались сидеть. — А вы думали, девственность только в одном месте? — неожиданно зло спросил Керис. — Другие виды близости вообще-то тоже оставляют след, так что быстро встали и вышли. — Ого, он серьезно? Но девушки действительно немного покраснев и, переглянувшись, без каких-либо возражений покинули зал. Я сидела в прострации, размышляя о произошедшем, но Керис объявил, что теперь время собеседований. — По десять человек, пожалуйста, соберитесь, остальные ждут здесь. Первая десятка ушла, и я успела сосчитать, что нас осталось примерно еще сорок. Ожидание выматывало. Девушки не возвращались, но Керис увел еще десять, а я должна была идти следующей. Инкуб какое-то время покрутился здесь, разглядывая нас, но потом, к моему облегчению, ушел. Наконец Керис свернулся за следующей партией, и я оказалась в очередной десятке. Идти было недалеко, буквально в следующее по коридору помещение, которое оказалось длинным кабинетом с несколькими столами. За каждым сидел, видимо, проверяющий сотрудник компании. Да, на десять собеседований я точно не рассчитывала. Занимайте любой стол семь минут, потом меняетесь. Запоминайте, кого прошли, на листочках должно быть десять подписей. — Ну, каких листочках? — хотела спросить я, но парнишка уже ушел. Оперативно, однако. — Давайте, проходите, не стойте. Махнул нам рукой какой-то широкоплечий усатый мужчина, и мы с девушками начали распределяться. Я успела сориентироваться и села сначала к приветливой на вид молодой девушке. Зря. Она оказалась специалистом по душевным травмам и все семь минут мучила меня, показывая кучу картинок и требуя назвать, что я на них вижу. Жаль, пока не придумали заклинаний, диагностирующих проблемы с головой. Она же и дала мне листочек с десятью графами и одной подписью. Ясно, надо собрать все. После нее был молодой человек, который потребовал поведать о моей семье и причинах переезда в мегаполис. Да пожалуйста! Мне про свои амбиции никогда не скучно рассказывать. Правда, про мечту о собственной фирме я скромно умолчала. Затем у меня проверяли магию. Нужно было выполнить несколько несложных действий с моей стихией. Самое легкое собеседование. Еще трое расспрашивали меня примерно об одном и том же, кем я вижу себя в будущем вообще и в этой компании в частности. У следующей девушки прошла тест на внимательность, к счастью, вполне удачно. Интересно, почему кому-то одному не проводить все собеседование? Это я и спросила у щуплого очкарика за очередным столом, который уставился на меня с фразой. Вопросы есть? Такой тест, чтобы сбить с толку, глава компании придумал. Пожал он плечами. Дальше. Эм, в чем будут состоять мои обязанности? Руководитель расскажет. А график какой? Это к нему же. А когда узнаю о результатах собеседований? Это я вам не подскажу. Глава корпорации решит. Да. Хорошо. Мой следующий вопрос. Что я должна у вас спросить, чтобы успешно пройти собеседование? В глазах мелькнул интерес, и он даже подобрался и улыбнулся уголком губ. Это хороший вопрос. Кивнул мне. Но время вышло. Я разочарованно поднялась и осмотрела столы. Где я еще не отметилась. Мне осталось два собеседования, и я направилась к тому самому недовольному усачу. Так-с, слушай. Твой руководитель назначил очень важное совещание с партнерами по многомиллиардной сделке, которая готовилась года два. Но в здании начался пожар. Загорелся как раз зал для совещания. Что будешь делать? Эм, надеюсь, не тушить? Ладно. Что можно сделать? Оперативно вызову пожарных магов, сообщу партнерам, что требуется эвакуировать. Под недовольным взглядом замолчала. И сорвешь сделку. Партнеры недовольны и больше не придут. Обидчивые какие. Чего два года сделку готовить, если из-за переноса совещания все срывать? Но это я, разумеется, не сказала. Нет, ну никто не позаботился узнать больше о работодателе. Фыркнул усач. Это же Ильяс Гринберийский. Почему все знают цвет его глаз и обхват бицепса? О самом важном не в курсе. Ну, положим, я и названное не знаю. Зачем вообще кому-то информация об обхвате бицепсов? Вовремя вспомнила, что Лексе рассказывала про главу корпорации. Точно, он же огненный маг, сильнейший. Ему этот пожар тьфу. Сообщу руководителю о пожаре, а также вызову уборщиков, чтобы прибрать помещение после того, как огонь утихнет. Протараторила я, преданно глядя усачу в глаза. Тот скривился. Сойдет. Ладно, давай подпишу. Ура! Осталось последнее собеседование. И это оказался тест на знание корпоративной этики. Легкотня. Хоть я и не работала раньше в такой большой компании, но рассказы Лекси слушала с большим интересом. Так что справилась я с ним быстро. Встала с чувством облегчения, ведь позади десять собеседований, но не тут-то было. «Так, девушки, у кого все десять подписей за мной?» заявил появившийся Керрис. Я посмотрела на свой лист. «Да, десять подписей есть». «Ты же Нариса!» Керрис беспардонно выхватил у меня бумагу и уставился на нее. «Ага, все десять есть. И зачем тебе протекция?» И он, не глядя, сунул мне листок обратно. «Пойдемте уже побыстрее». А я только сейчас вспомнила, что Лекси просила за меня кадровика. А ведь я вон сама прошла. В сердце расцвела гордость, но нужно было спешить. Керрис уже нетерпеливо вздыхал. «Я успела увидеть, что в помещение вошли следующие девушки, а нас уже увлекли к лифту. Керрис уверенно нажал на самую верхнюю кнопку, а у меня сердце сбежало в пятки. Получается, мы идем к инкубу?» Раздался мелодичный сигнал, и лифт остановился. Двери медленно разъехались, и мы все поспешили выйти. Я удивленно рассматривала широченный коридор. От одной стеклянной стены до другой, как две мои комнаты в длину. «Да». Девушки удивленно шушукались и ахали, а Керрис невозмутимо вел нас дальше. Красиво, шикарно и выглядело даже роскошнее, чем на других этажах. В который раз мысленно поблагодарила Лекси за то, что настояла сменить гардероб. Чтобы работать на этом этаже, надо бы еще тщательнее продумывать образ. Мы подошли к двухстворчатым дверям, и Керрис развернулся к нам. «Сейчас вы познакомитесь с Ильясом Гринберийским». Девушки, встаете редко, молчите, глазками не стреляете. Шеру Ильясу требуется секретарь на должность любовницы, кастинг другой. Так что сто раз подумайте, прежде чем войти в эти двери. Вы можете остаться здесь, вас никто не осудит, а я потом проведу, куда желаете, на другой кастинг или на выход. Я украткой вытерла повлажневшие ладони. Вот только волнения сейчас не хватало. Керрис выдержал короткую паузу и нажал на какое-то место на белой панели. Двери плавно разъехались в стороны, и перед нами предстала... Наверное, приемная. Огромная, роскошно обставленная. С большим столом для секретаря, несколькими экранами и даже устройством для голограмм. Я такие только по визору видела. Справа какая-то оранжевая стена. Приглядевшись, я ахнула. Лавариум! А-а-а, серьезно? Здесь на высоте в пару сотен этажей раскаленная жидкая лава? Еще и во всю стену. Интересно, кто там живет? Неужели огненные коньки? Зачем еще нужен лавариум под рукой? От созерцания лавариума отвлек Керрис, который меня окликнул. Остальные уже почти подошли к самому кабинету. Я поспешила следом, стараясь держаться от лавариума подальше. Снова отъезжающая в сторону двери мы гуськом заходим в кабинет. Меньше, чем приемная, но по роскоши, конечно, не уступает. Я успела увидеть широкий рабочий стол, темную мужскую фигуру за ним, но сразу опустила глаза вниз и уставилась на красивый тонкий ковер, весь в языках пламени. Чудесная работа. Так и хочется поизучать поближе рисунок. Послышался скрип стула, и я замерла. Инкуб подходил ближе. Я успела удивиться, что Керрис ничего не сказал, даже не поприветствовал, как вспомнила. Мы же не первая партия кандидаток. Должно быть, он уже устал от этого кастинга. Нет. Раздался вдруг жесткий голос, и я невольно подняла глаза. Ильяс с отвращением смотрел на одну из девушек. Та бледнела на глазах. Керрис вдруг схватил ее за руку и оттащил подальше, а Инкуб переключил свое внимание на следующую. Мороз по коже от его взгляда. Нет. Тот же замораживающий тон, и я сглотнула от волнения. Еще два шага, и Инкуб остановился совсем рядом, глядя на мою соседку. Смотрел долго, разглядывал и вдруг произнес. Сходите в отдел магической защиты и принесите образцы артефактов, которые они должны были подготовить. Я? Округлила глаза девушка. Да. А где он находится? И какие артефакты? Инкуб скривился, будто лимон съел и перевел взгляд на меня. А я вдруг поняла, что ему нужно. Безукоризненное подчинение и отсутствие уточняющих вопросов. По крайней мере, если бы я искала работников в свою воображаемую фирму, я бы хотела именно такого человека. Сделайте мне кофе. Не сразу поняла, что адресованное-то мне, но поторопилась ответить. Конечно, шер Ильяс. И развернулась к выходу. Мои шаги гулко отдавались в полной тишине, а потом дверь плавно за мной закрылась. Мамочки, а вдруг я ошиблась? Вдруг он ждет не этого? Но отступать было поздно. Где тут кофейный автомат? К моей радости, он был установлен прямо в приемной. К огромному сожалению, возле лавариума. Ладно, я сильная, смелая, будущая великая предпринимательница. Что мне какие-то несчастные, запертые за стеклом огненные коньки? Тем не менее, подбиралась я быстро, но осторожно. Вот в лаве показались чьи-то глаза, и я резко отвернулась. Надо поспешить, вдруг Ильяс время засекает. За сколько я должна принести ему кофе? Внезапно из кабинета быстрым шагом вышла девушка. На ее лице явно была написана паника. Мне надо сделать копии. Она помахала бумагами, которые держала в руках. Там же принтер есть. Я махнула рукой на секретарский рабочий стол и отвернулась к автомату. Я не умею. Да кислые черви, ну чего она от меня ждет? Я, конечно, обожаю всем помогать, но, как говорится, тут каждый сам за себя. Там все просто. Кладешь бумагу под крышку и нажимаешь кнопочку с двумя прямоугольниками. Все-таки тряпка я. Так, надо сосредоточиться. Кофе. Какой может предпочитать инку? Сладкий или нет? А сироп добавлять? Я вообще любитель чая, но, например, черный кофе без молока с ореховым сиропом. Звучит интересно. А сахар? Возьму несколько пакетиков с собой. Вдруг по сладости не угадаю. У меня не получается. Отвлек меня плаксивый голос, и я снова мысленно ругнулась. Взяла стаканчик и направилась к столу. Вот я точно сто раз об этом пожалею, но просто уйти не могу. Говорю же, тряпка и есть. Молча проверила бумагу, нажала кнопку и пошла сразу в кабинет, не дожидаясь благодарности. Хотя она, наверное, и не планировалась. В дверях почти столкнулась с выходящими девушками. Последним шел Керрис, и я бросила на него вопросительный взгляд. Все нормально. Я все верно делаю? Парень одобрительно мне кивнул, но размениваться на успокаивающие слова не стал, просто молча ушел. Дверь закрылась за моей спиной, и я оробела. Инкуб сидел за рабочим столом и смотрел в экран, иногда шевеля пальцами по сенсорному пульту. Набравшись смелости, я с невозмутимым видом прошла к нему, стуча каблучками по мрамору там, где не было ковра. Поставила стаканчик на край стола и вытянулась в струнку рядом. «Ваш кофе. Что-нибудь еще, Шер Ильяс?» Инкуб перевел на меня хмурый взгляд, взял стаканчик и отпил. Кажется, в этот момент я не дышала. Поставил обратно и откинулся в кресле. «Несладкий». Уронил, будто одолжение сделал. «Прошу прощения». Мила улыбнулась, достала из кармана два пакетика и под немигающим взглядом добавила сахар. Размешала и немного придвинула к нему. «Еще. Я пью кофе с дремя». Уточнил он лениво, и я добавила еще один. В этот момент дверь снова открылась и зашла девушка с распечатками. «Вот тут это». Она неуверенно мялась на пороге, не решаясь пройти дальше. «На стол положите». Рявкнул Инкуб, и она чуть не уронила бумаги. На дрожащих ногах подошла и чуть ли не с метрового расстояния положила распечатки. «Свободны». На миг испугалась, что он это мне, но нет. Снова взял кофе, отпил большой глоток и опять посмотрел на меня. «Мне нужны образцы артефактов». «Эм, это какие?» Вспомнила, что он дал такое задание первой девушке. «Да, конечно. Сейчас схожу в отдел магической защиты». Уверенно кивнула я и развернулась. «Подождите. Там рядом будут служащие по магическим животным. Пусть пришлют кого-нибудь по огненным». «Хорошо, Шер Ильяс», — сказала, выдержала короткую паузу, дожидаясь еще поручения, но их не поступило, и я отправилась выполнять задание.